Вам слово. Всех приветствую. У нас сегодня замечательная тема, которая нам позволит с вами изучить композицию. Очень важная тема, нужная, потому что композиция это основа основ. Строится у практически по принципам композиции, законам композиции. Что это? Я сейчас вам объясню, что это такое. Итак, слово композиция. Вы наверняка встречали в своей повседневности в обиходе такое выражение. Композиция. Композиция, ароматическая композиция, музыкальная композиция. Значит, композиция, гастрономическая, ну и так далее. То есть вот это вот слово сочетание очень часто употребляется в повседневности. Что же это обозначает и каким образом композиция связана с изобразительным творчеством. От латинского корня комп, в английском языке даже есть такое слово компоу, что в переводе обозначает составлять. Составлять. Мы с вами тоже употребляем это иностранное слово в русской речи. И наверняка тоже вы это говорите. То есть слово компоновать. Компоновать это складывать, составлять. Компоненты это составные части. В общем, то есть это известные слова, которые мы в повседневности с вами употребляем очень часто. У меня студенты всегда смеются, когда я им предлагаю назвать слова с этим корнем. И недавно даже мне высказали, что компот. Компот тоже имеет корень слова тоже комп. Что же такое композиция? Композиция это единое целое, которое имеет составные части. Такое многокомпонентное целое. Музыкальная композиция. Композитор. Композитор это человек, который пишет музыку из звуков. То есть звуки, интервалы. Получается мелодия. Ароматическая композиция. Ее составляет парфюмер из каких-то запахов. И это получается целый какой-то аромат интересный. То есть композиция. Теперь к изобразительному творчеству. В изобразительном творчестве. То, что нас с вами окружает. В абсолютной любви. Как основа идет композиция. Давайте разберем с вами виды композиции. Какая вообще, на какие части делится, из чего состоит. Как с ней работать. Вообще сегодняшнее занятие будет полезно не только присутствующим для занятия ландшафтным дизайном. Она будет полезна и для фотографий, и для живописи, и для графики, и для акварельной живописи, безусловно. То есть для любого творчества, и декоративно-прикладного, и так далее. Значит, итак, приступим. Что же у нас, какие виды композиции у нас есть? Просто сразу скажу, что независимо от того, какие композиции мы с вами будем рассматривать, где мы с вами будем находить эту основу композиционную, основа и законы композиции везде одинаковы. То есть независимо от вида композиции. Так, демонстрация. Ой-ой-ой. Так, Федор нам с вами не включил демонстрацию. Федор Ванифатьевич, слышите меня? Сейчас, одна секундочку. Да, включите на демонстрацию, пожалуйста. Так, значит, ну и начнем мы с вами. Так, я вот сейчас, не знаю, сейчас попробую включить, наверное, сейчас демонстрацию. Так, ага, значит, так, еще разочек, секундочку. Так. Так, подскажите, все видно на экране? Видно. Да, прошел. Так, значит, и первый вид композиции, который мы с вами будем изучать, это плоскостная композиция. Плоскостная, значит, композиция на плоскости. И к этому виду плоскостной композиции относится все, что у нас нанесено на плоскость. Здесь, в данном случае, вы наблюдаете на слайде гобелен. Гобелен – это как раз один из видов плоскостной композиции. Гобелены могут быть разного размера, но это в любом случае плоскостные композиции. Так, значит, изображения любые на плоскости, то есть, будь то абстрактные, авангардные работы картины, вот такие вот панно, графические композиции. Это все у нас плоскостные композиции, вид плоскостной композиции. Графика, вот панно, такие графические изображения, картины все, художественные произведения. Пикассо с гитарой. Такие вот, в общем, любые изображения, которые выполнены на плоскости, это у нас плоскостные композиции. Прески – это тоже плоскостные композиции, то есть, стена тоже плоскостная. Плоскостная фото, фотографии, все фотографии, фотоколлажи – это тоже у нас плоскостная композиция. Так, значит, следующий вид композиции – это объемные композиции. Объемные – это композиции, которые имеют трехмерный объем. Сюда мы можем с вами отнести все декоративно-прикладное искусство, то есть вот это вот опиаре, дерево счастья так называемое, цветочная композиция. Какие-то панно, настенные рельефные вещи, вазы, посуда вообще вся, мебель, скульптура, инсталляции макетирования. Вот такая стультура. Посуду, я бы сказала, посуду декоративно-прикладное. Вот инсталляции различные декоративные. Это все объемные композиции, то есть все, что имеет трехмерный объем. Вот флористика, флористика и кибана, то есть искусство цветочное. Вот такие инсталляции интерьерные, скульптурная композиция. Инсталляции экстерьерные, то есть то, что на улице выставляется. Музейные экспонаты тоже инсталляции. Вот такие формы. Это все объемные композиции. Панно рельефные, то есть то, что имеет объем. Вот культура даже из резинов выходившим автомобильных, посуду. Я бы сказала, современная и несовременная культура, макетирование. Интерьерные, экстерьерные инсталляции. Это все объемные у нас композиции. Так, и следующий вид у нас композиции – это объемно-пространственная композиция. Это как раз тот вид композиции, который нам более интересен для изучения ландшафта. То есть это та композиция, которая будет нам помогать выстраивать именно предметы в пространстве, объекты в пространстве, строить красоту по всем законам композиции. То есть это объемно-пространственная композиция, связанная с объемом и с пространством. То есть это фигуры, фигуры, объемы, которые выстраиваются в пространстве. Пространство может быть интерьерное, а может быть внутреннее. То есть может быть экстерьерное пространство – это у нас архитектура, то есть то, что с улицы снаружи. Архитектура, объединение пространств именно наружного и внутреннего, терраса, бассейн такой вот полуоткрытый. Плюс ландшафтный дизайн – это тоже объемно-пространственная композиция. Вот это пространство внутреннее и наружное. Теперь еще разочек напомню, что независимо от того, с какой композицией мы с вами работаем, законы у композиции одни и те же. Итак, с чего мы начнем изучение композиции? Любая композиция имеет свои составные части. И самая главная составная часть у композиции – это композиционный центр. Это такой вот солист, это такой самый главный в композиции, без него никуда. При слове «композиционный центр» вот посмотрите на мишень. Вот все вы видели, может быть, даже кто-то играл в дартс или ходил в тир. То есть метали дротики или стреляли из ружья даже в тире. Значит, в общем-то, все смотрели этот фильм про Рубин Гуда. Значит, и все знают, что такое мишень для стрелков. Так вот, вспоминая Рубин Гуда, давайте с вами разберемся, что же в мишене самое ценное. И, как мы помним, Рубин Гуд на турнире должен был попасть в яблочко. То есть самое ценное в мишени – это яблочко. То есть это центр мишени. Десяточка, да? Значит, что нам дают медведи, а если мы несколько раз попадем в яблочко, то приз дают за это. То есть самое место, дорогое в мишени – это именно ее центр, именно яблочко. Так вот, композиционный центр – это тоже самое ценное место. Туда помещаются самые важные, самые красивые, самые нужные объекты. Значит, композиционный центр – это всегда самое главное, самое важное, доминирующее место для такого вип-персоны. И все остальные объекты относительно композиционного центра ему подчиняются и работают на его поддержку. То есть они его подпевают, как солисты хора. То есть солист всегда один, композиционный центр всегда в композиции один. Все остальные у нас участники композиции ему подпевают, ни в коем разе не перекрикивают, не перекрывают, не закрывают, не заглушают. Значит, так вот, композиционный центр, как его найти и где его строить? Если мы с вами посмотрим на мишень, то здесь все понятно. Яблочко у нас идет в центре самого, симметричный центр. Композиционный центр строится немножко по другим законам. Сейчас объясню, почему. Значит, здесь пока почитайте. Композиционный центр, почему он строится по другим законам? Так вот, законы гармонии, законы красоты и, соответственно, закон композиционного центра и вообще композиции придумали люди давно. Но придумали их еще в античности. Вот и Древний Египет, и Древняя Греция. Значит, когда зодчи начали заниматься искусством, именно объемно-пространственной композиции в частности, ну и барельефами и так далее, изображениями писали в картине, фреске и так далее. То есть они определили, что гармония и красота у нас соответствуют человеческой фигуре, то есть особенно в архитектуре. То есть все пропорции в архитектуре соотносятся с фигурой человека. То есть все нам удобно и красиво и воспринимается нами наиболее комфортно в соотношении к нашим параметрам, то есть параметрам фигуры человека. Вот. Значит, и наверняка в школе проходили вы такое понятие, как золотое сечение. Золотое сечение. Есть математическая формула, чтобы высчитать пропорции золотого сечения. Мы этим сейчас заниматься не будем. С вами просто это долго. Кому интересно, можете это изучить самостоятельно. Я вам предлагаю после занятия, если кто-то ни разу не видел, может быть, кто-то уже даже этот ролик видел, есть такой ютубер, которого зовут Топ-Лес. Он научно-популярные ролики выкладывает, то есть очень интересно снятый, с юмором и доходчиво объясняет там, что такое частности пропорции золотое сечение. Очень есть у него такой хороший ролик, называется «Что такое красота?». Я вам ссылочку скину с ютуба, посмотрите. Очень познавательное такое интересное видео. Теперь давайте с вами разберем, как нам находить золотое сечение, не используя математическую формулу и не вдаваясь в точные математические расчеты. Вот посмотрите сейчас на экран. На экране вы видите некую белую область. Всем видно хорошо? Не пропал рисунок? Все хорошо видно? Все отлично видно. Значит, вот это вот белое пространство, предположим, что это наше с вами поле, например, будущая картина, к примеру. Сейчас это не суть, не важно. Значит, пейзаж, например. Значит, по принципу золотого сечения, там формула 3 к 5, по-моему, но мы с вами не будем, опять же говорю, вдаваться в математические расчеты. И есть очень простое правило, которое в повседневности, не вдаваясь в расчеты сложные, измерения, можно быстро-быстро высчитать. То есть это правило называется 2-3. Значит, или пересечение 2-3. Вот обратите внимание, наше с вами поле поделено на 3 части по горизонтали и на 3 части по вертикали. Получилась такая решеточка. Так вот, правило звучит таким образом. На пересечении 2-3 точки мы можем с вами помещать композиционный центр. То есть вот в любую из вот этих вот точек, вот на пересечении вот этих линий, мы с вами вот 2-3 по отношению к 1, 2-3 по отношению к 1. Вот, значит, следующий слайд. Смотрите, вот в местах вот этих синих точек мы с вами можем смело располагать свой композиционный центр. Один, один центр. Не забывайте, что композиционный центр один, солист у нас в хоре один. То есть мы с вами можем расположить композиционный центр, выбрав одну вот из этих точек, и туда его поместить. Значит, что я вам еще хочу сказать, если вдруг будете композицию для плоскостной работы строить, то фотографируйте все часто, может быть, кто-то живописью занимает, у нас этот курс акварели есть. То есть когда будете строить композицию для плоскостного изображения, учитывайте, что в композиции и в пропорции именно относительно золотого сечения никогда не делятся пропорции 50 на 50. То есть мы с вами, это неправильно, это будет неграмотно, непрофессионально, это будет негармонично, будет некрасиво. То есть мы с вами должны всегда использовать соотношение примерно 2 трети к 1. Поэтому если мы с вами распределяем, например, по линии горизонта делим лист, то мы с вами обязательно, видите, как Айвазовский распределил, то есть линия горизонта занимает 1 треть снизу. Значит, так как здесь основной у нас занижена линия горизонта, чтобы мачта корабля поместилась, да, видите, что сама корма корабля входит у нас как раз в зону композиционного центра. Поэтому здесь и линия горизонта делит, полотно как раз 1 треть занимает, и сам корабль у нас занимает именно четко в зону композиционного центра. Поэтому линия горизонта у нас с вами либо должна быть занижена, либо завышена вот в эту сторону. Вот сейчас о примерах несколько вам покажу. Вот как раз здесь видите линия горизонта. А что такое линия горизонта? Линия горизонта – это соединение горизонтальной плоскости с вертикальной. То есть вот мы здесь видим горизонтальную плоскость моря соединяется с вертикальной плоскостью неба. То есть мы вот видим горизонт поднят вверх, да, И бутылка у нас с вами четко стоит в композиционном центре. Вот здесь нижняя правая часть, как раз у нас композиционный центр и находится. Давайте еще несколько вариантов посмотрим. Здесь линии горизонта у нас отсутствуют, плоскость листа сделана. Но бутон, цветочка, как раз размещен именно в верхней правой части композиционный центр, размещен по всем принципам золотого сечения. Так, вот здесь вот тоже мы с вами видим, линия горизонта опущена, она не доминирует. Она у нас внизу находится, даже ниже, чем 1 треть, это можно делать. Главное, чтобы она была не по центру. И композиционный центр у нас с вами базируется, в общем-то, вокруг статуи свободы, потому что это главный персонаж на этом изображении, поэтому вот композиционный центр вот как раз в верхней левой части размещен. То есть сам персонаж фотографии – это статуя свободы. Так, ну и вот еще варианты, каким образом мы с вами в композиции можем выделять композиционный центр. Вот это вот правило уже сейчас, оно хоть и нарисовано схематично, но это правило работает, опять же, повторю, для любого вида композиции. Мы с вами в ландшафтном дизайне можем пользоваться этой схемой спокойно. То есть мы можем с вами, например, выделять композиционный центр на контрасте, то есть света и темноты, то есть вот он будет объект, какой-то светлый. Вот, значит, мы можем выделять яркий объект какой-то, может быть, это какая-то яркая клумба будет, где остальное пространство будет держано. Мы можем выделять размером, например, здесь доминирующая такая доминанта дерево, например, красиво, ну, можно сделать такой миксбордер, небольшой цветник, а в центре вы садите большую плакучую игру. То есть мы будем вот именно доминантой, вот этим вот селитером, то есть единственным объектом красивой кроной, плакучей такой, да, вот у нас будет доминировать на участке, выделяться композиционный центр. Либо размером мы с вами можем выделять, особенно на маленьком участке, мы можем выделять дом. То есть на маленьком участке доминирующий всегда самый большой объект – это дом, доминант. То есть композиционный центр у нас будет домом. И форма интересная. Если мы с вами берем композицию именно из несаждений, да, то тоже, в общем-то, мы можем какую-то интересную форму альфинария сделать или интересную форму миксбордера, или, может быть, это композиционный центр будет в виде такой неправильной формы какой-то перголой беседки, то есть она будет доминировать на участке, мы сделаем с вами композиционный центр там. Вот таким вот образом выделяется, какие средства бывают для выделения объекта. Чем мы можем сделать? То есть он должен выделяться, он должен быть самой дорогой ценной, самой красивой. Вот здесь вот плоскостные композиции тоже здесь показаны. Как раз именно композиционные центры тоже видно. Здесь такого рода композиции, вот их вот разные, четыре композиции. Это черно-белая композиция с хроматическим акцентом, то есть с цветовым акцентом. В данном случае черно-белая композиция и ярко-оранжевый акцент. То есть акцент как раз помещается в точках композиционного центра. Так, ну вот графические изображения, каким образом композиционный центр у нас здесь показывается. Это тоже очень интересно. Значит, есть такое правило в композиции, что композиционный центр мы уже с вами разобрали, да, самый главный, самый красивый, самый медный. Но в композиции еще есть одно правило, правило свободного пространства. И если вот мы на первом рисунке видим такой вот бокал с кубиками, с разноцветными, да, и красный кубик как раз у нас примерно помещен в месте композиционного центра, это тоже композиция хроматическая с цветовым акцентом. То есть красный кубик у нас вместе как раз цветового акцента находится. То центральная композиция, обратите внимание, она имеет вот такое вот здесь вот пространство. Так вот, закон свободного пространства в композиции звучит таким образом, что свободное пространство имеет такое же значение и важность, как и заполненное. В данном случае вот в этой композиции мы с вами наблюдаем вот это вот место, в котором устоя. Вот в данном случае у нас композиционным центром является свободное пространство. Да, даже такое в композиции случается. То есть все остальные объекты направлены именно на это свободное пространство, Они его подчеркивают, они его поддерживают, они на него показывают. То есть, если мы с вами обратим внимание, то на вот этот вот участок указывают все веточки. Они говорят, туда смотри, туда смотри, там вот самый наш главный друг, это свободное пространство. Поэтому свободное пространство имеет такое же важное значение в композиции, как и заполненное. Опять же, вспоминая закон о золотом сочтении, о пропорциях, мы можем применить этот закон и к закону свободного пространства также. То есть в композиции не должно быть перегруза, то есть она не должна быть полностью заполнена и уничтожена все свободное пространство. Когда мы уничтожаем с вами свободное пространство, мы нарушаем пропорции для восприятия композиции. Поэтому вот неважно, какую композицию вы делаете, будь то плоскостная, будь то объемная, или будь то композиция наша ландшафтная, пространственная, интерьерная. То есть неважно, чем вы будете заниматься, то имейте в виду, что забивать деталями, предметами абсолютно все пространство вашей композиции, это нерационально, неплохо. Вернее, это плохо очень. То есть у нас с вами принцип такой. Вот эти пропорции, они работают каким образом? То есть мы с вами воспринимаем и заполненное пространство, и свободное. И свободное пространство нам очень часто нужно для того, чтобы обратить внимание на важные вещи. То есть иногда свободное пространство работает в поддержку, то есть оно не сбивает, оно наоборот показывает нам, на что нам нужно обращать внимание, кто главный. Такие композиции не очень часто простые, но они понятны. А если мы с вами композицию добиваем большим количеством мелких деталей, то есть очень-очень-очень много деталировок, прорисовок и так далее, то такую композицию художники, дизайнеры, архитекторы называют дробная композиция, или есть такое выражение «разбить композицию», то есть создать очень большое количество мелких деталей, которые привлекают внимание от главного. То есть у нас главный предмет, он должен доминировать среди остальных. Но если остальных очень много, ну вот так как, знаете, вот один оратор, да, и куча-куча народа, толпа, в конце концов они оратора могут снести. Вот поэтому вот нам надо оратора окружить, дать ему свободное пространство для того, чтобы его толпами не задавили. Вот то же самое в композиции происходит. Нам для восприятия обязательно нужно свободное пространство для того, чтобы увидеть главное, оценить это главное, заметить. Последняя композиция с котиками, обратите внимание, хоть она полностью заполнена, значит, свободного пространства как такового здесь нет, но композиция строится на котиках, на прозрачных котиках, то есть они не перегружены, и на этом контрасте, то есть это контрастная композиция сразу, можно сказать. На этом контрасте белого и черного, черный котик выделяется очень ярко, поэтому остальные котики, они скорее работают на его поддержку. Поэтому эта композиция не смотрится такой напряженной, не смотрится дробной, потому что здесь пропорции черного цвета на белом, они небольшие. Здесь в общей сумме собрать, если то не больше 30% черного цвета будет относительно белого. То есть, вот опять же, пропорциональное соотношение, одна треть должна быть у нас с вами заполненного, если в сумме собрать черный цвет, вот этих вот котиков, которые мы рисовали, где-то 30% получается. И остальные у нас 70% – это белый лист. Мы можем сделать с вами наоборот, мы можем с вами сделать черный лист, то есть котики будут все черные, да, только у них будут глазки белые, носики белые, и вот этот, который сейчас черный котик, он будет белый котик. Негатив возьмем, перевернем. Вот, и получится у нас то же самое соотношение, 30% белого и 70% черного. Вот здесь важно не делать опять 50 на 50. Если мы с вами делаем 50 на 50, мы нарушаем гармоническое восприятие, мы с вами нарушаем пропорции, которые строятся вот именно из восприятия гармонии, красоты, которые придуманы в древности еще. Можно маленький вопрос? Да. Вопрос такой. Если, допустим, у меня в композиции много, ну вот куча-куча белых котиков, которые уже превращаются в фон, и штучки три или четыре таких хороших черных котов, и они равны по значимости, и мне их все равно надо как-то вот распределить, может ли пустое пространство объединять разные одинаковые функциональные какие-то вот пятна или же области. Это именно будет пустое пространство, которое как центр композиции все объединит. Да? Смотрите, в вашем случае, если у вас вдруг в композиции не один котик, а четыре, вам нужно их каким-то образом попытаться связать вместе. Значит, все-таки либо они у вас должны все вместе выступать в одном едином композиционном центре, потому что если мы с вами их распределяем друг от друга, ну на каком-то расстоянии, допустим, то у нас вот как раз и может возникнуть дробная композиция, потому что у нас получается не один солист, а четыре, и вот мы композицию таким образом и разбили. Поэтому вам можно каким-нибудь образом, ну допустим, вы можете на нюансе, ну нюансные, мы, кстати, будем сегодня говорить про это, какими-то нюансными вещами объединить этих четырех котов в одну композицию, то есть соединить их каким-то образом, ну допустим, серым цветом. Остальные белые котики у вас остаются белыми, то есть они не будут доминировать, они будут просто окружать. Вот поэтому вот в данном случае как раз опасность состоит того, что все-таки из четырех котов, одинаковых по форме, по массе, мы с вами не можем выбрать главного, потому что они все одинаковые. То есть мы с вами можем сделать одного, допустим, черного, самого большого, да, остальные просто будут маленькие. Нет, они у нас с вами все одинаковые, и вот таким образом дробность композиции создается. Поэтому здесь ваша задача сейчас стоит, объединить этих четырех котиков именно композиционный центр каким-то элементом, нюансным, скорее всего. Я так думаю, что что-то там темное должно быть, серый, например, цвет серый, который ближе к черному, и он вот их вместе соберет, какой-то формы, знаете, как обнимет вместе, да, вот так взять их, обнять и создать именно композиционный центр. Я знаете, почему вопрос? У меня сразу прямо перед глазами предстала полянка, ну допустим, будущего ландшафта. И вот в одном углу это все, что связано с грилем, кухней и все прочее. В другом углу место для отдыха, в третьем углу место для спортивных игр, и в четвертом углу, допустим, ну что может быть еще, ну что-нибудь тоже такое эдакое. Ну допустим, студия какая-то или полинерная, полинерная пространство. Они в принципе одинаковые по функциональной значимости, ну допустим, для меня. И вот чем объединить прудом? Вот что в центр поместить? Значит, смотрите, во-первых, вам получается, что эти зоны, да, если мы с вами их сделаем, вот как именно четыре кота, да, одинаковые, по массе одинаковые, по наполнению одинаковые, по содержанию одинаковые, мы с вами участок раздробим. Нам с вами все-таки нужно выбрать, где у нас с вами алмаз неграненый будет. Значит, все-таки нам нужно выбрать из этих четырех зон одну, которая будет самая важная, самая красивая. Вот, а объединятся они у вас вместе потом все равно, потому что вы, во-первых, если будете делать зонирование, ну мы с вами это будем еще обсуждать, каким образом можно объединить зоны, значит, на участке. Поэтому вы просто-напросто все равно из этих четырех должны выбрать, кто у вас гвоздь программы. То есть если у вас вот эта вот зона отдыха патио, вы можете там сделать какую-то необычную организацию, там перголы с зеленым, там необычной формы. Вы можете там сделать, например, там даже там, ну фонтан поставить, в конце концов, зону отдыха, или очаг какой-то там интересный. Или, допустим, поставить там офигенной красоты павильон, который будет, опять же, вот говорю, спергол, да? Вот это уже решаете. Либо наоборот, вы это все делаете, и где-то делаете композицию, например, как говорите, прудиком или бассейном. Значит, тогда у вас вот эти все зоны должны будут быть вокруг этого водоема, и этот водоем как раз будет выступать гвоздем программы. То есть находясь на зоне отдыха, на кухне, там, на игровой площадке, все взгляды обращаются к этому водоему. Он самый красивый, он самый шикарный, самый обалденный. Вот таким образом. Понятно? Понятно. Так, значит, ну, с котиками закончили. Я, оказывается, выключила микрофон, а или я не успела. Тут у меня просто выключен. Я предложила детскую площадку на место прудов поместить. Можно. Ну, знаете, как детская площадка, достаточно утилитарное такое вот назначение у нее. Из нее сложно сделать какой-то такой этот. Ну, не знаю, а если вы ее оформите в каком-то тридевятом царстве? Да, допустим, там, и можете ее, конечно же, можно сделать тоже гвоздем участка. А когда там, допустим, там избушка на курьих ножках, еще что-то. Да ради бога, тут фантазии-то, знаете, какие могут быть. И опять же, дети, как говорится, на виду. То есть неважно там, где вы находитесь. Да, в центре это вот красивая такая детская площадка, сказочная какая-то такая, с бродилками там, со всякими домиками. Ну, это уже тут вот. Просто можно же обычное сделать что-то, а можно сделать ого-го какое. Только ограничиваем мы себя средством, не фантазией. Поэтому, если гвоздем программу площадкой детской, ее тоже можно, конечно же, оформить очень интересно. С каким-то таким этим, с фантазией. Вот, или, знаете, как пряничный домик какой-нибудь сделать. Ну, дети, это люди. Другое дело, что вот у меня заказчики, например, очень часто, я когда предлагаю такой, знаете, это полет фантазии, дизайнер, иногда его же не остановить. Вот, то есть, когда предлагаешь какие-то проектные решения, именно для маленьких детей, очень часто заказчики на это дело не идут, потому что, ну, кто детей имеет, понимает, что дети растут очень быстро. То есть вот эти всякие пряничные домики, какие-то вот эти штуки, они очень быстро становятся ненужные. Нужно понимать, что это все-таки кратковременное какое-то сооружение, которое потом впоследствии нужно будет либо демонтировать, либо внуков дать. Вот, поэтому вот тут вот уже решается. У нас, я просто маленький примерчик, полсекундочки, у нас в деревне, в немецкой, там немцы сделали вот такой упор на плащ, на, как бы это сказать, птицы, на площадку, где утки и куры, и там маленькое озеро, и там стоит наш родной, наша родная избушка на курьих ножках, такая кривенькая. Так что немцы в курсе. И здесь баба-яги тоже продается. Ну, это, если общественные, конечно, места там, да, когда могут пользоваться дети разные, там, в принципе, нет такой проблемы, когда вот персонально что-то. Ну, и даже, знаете, как заказчики очень часто таким образом экономят. То есть вот независимо, каким дизайном занимаешься, интерьерным или вот ландшафтным, то есть вот не тратят большие деньги, потому что дети растут очень быстро, и даже шторы уговариваешь сделать какие-то детские, что-то такое, говорят, нет, ну, у меня же вырастет быстро, там, мальчик, там, если ему уже эти детские, там, они же сразу же, мужчины будущие, они же к этому очень так щепетильно относятся. Девочки там с зайками, с котиками будут, там, да, 17-18 лет умиляться, парни-то по-другому. Вот там кораблики и какие-то штурвалы, ему уже там 14, это уже не круто совсем. Вот поэтому здесь вот нужно вот понимать, насколько вы вот можете вложиться, потратить деньги для создания сказки для своих маленьких детей, пускай такое кратковременное время. Вот так, ну все, не будем дальше отвлекаться, идем в следующий, последующий у нас по плану, по композиции. Так, композиционный центр. Ну вот пример вам картины. Значит, картина, здесь вот эти вот горы, ну, Сезана, по-моему, если я не ошибаюсь, да, картина Сезана. Вот горы. Кстати, он визуально еще увеличил специально горы, они на самом деле не такие крутые, поменьше, но иногда художник для средств выразительности использует гипертрофию, ну вот медицинский термин гипертрофия, это перекормленный, то есть увеличенный. Увеличен, увеличивает специально для создания эмоционального эффекта воздействия изображения, то есть вот такой вот прием такой вот есть, чтобы вот это вот эмоционально настрой создать. Здесь вот рощица таких деревьев, она как раз вот именно помещена в композиционный центр. Так, ну, композиционным центром, я думаю, теперь понятно. Вы теперь можете делать фотографии, да, вот сейчас вернусь вот еще разочек к фотографиям. Вот если будете фотографировать, да, имейте в виду, что вот очень часто делают ошибки, когда фотографируют и линию горизонта делают по центру. Значит, единственный момент, когда ее можно делать по центру, это когда у вас изображение отражений. То есть вот это чуть ли не единственный вариант использования композиции с горизонтом на центре листа. То есть когда у вас стоит какой-то дом, и внизу на воде он отражается, можно сделать по центру композиционный линию вот этого горизонта. В остальных других случаях вот лучше по гармонии, по принципу золотого сечения, либо опускать ее, вот как здесь, либо поднимать наверх. То есть выбираете изображение, что вы фотографируете или что вы пишете, если вот это пейзаж. То есть что для вас главное, то вы увеличиваете. Если вы показываете небо, то вы, естественно, будете занижать линию горизонта для того, чтобы небо максимально четко показать. Если вы, наоборот, рисуете поле или там пейзаж растительной, деревья, домики и так далее, то тогда небо у вас уходит на второй план, и вы, естественно, в виде горизонта завышаете, небо остается чуть-чуть, а вот здесь вот у вас большая часть изображения. Это как раз там лузок, полянка, лес, домики, архитектура и так далее. Вот таким вот образом. И опять же, опять же, нет необходимости. Вот, например, здесь видите, вот эта линия, она четко идет по статую свободы. То есть если бы мы статую свободы сейчас поставили по центру, у нас визуально вот эта вот линия, которая через нее проходит, разделила бы лист тоже 50 на 50. Как по горизонтали нельзя делить лист 50 на 50, так и по вертикали нельзя лист делить 50 на 50. То есть отделение может быть разное. Отделение может быть за счет дерева, за счет столба какого-то, за счет здания, архитектуры. Например, угол здания вот так будет стоять по центру. Поэтому вот смотрите, чтобы у вас листик никогда не делился 50 на 50, потому что это нарушение гармонического восприятия. То есть нарушение золотого сечения и уже нарушение гармонии. Так, композиции. Все. И следующие у нас с вами элементы композиции, которые в композиции используются, это ритм. Ритм. Значит, что такое ритм? Ну, вот пока рассказываю, можете почитать. Значит, ритм. Ну, при слове ритм наверняка все сразу представляете музыкальный ритм. Музыкальный ритм у нас, там, что там, барабаны стучат, да, в школе на уроке музыки. Музыкальный ритм. Может быть, среди вас есть музыканты. Значит, что это? Это именно какой-то элемент, который имеет периодическое повторение. То есть, если мы с вами берем удары на барабане, да, или там ритм музыкальный, там, ритм вальса, да, раз, два, три. То есть, вот определенные промежутки и определенные элементы, которые повторяются согласно вот этому ритмическому именно повторению. Значит, каким образом ритм мы с вами можем приложить к изображению, к изображению, к объему, ну, то есть, вот к материальному чему-то, да, то есть музыкальный ритм мы слушаем ушами. И вот здесь вот визуальные образы, как мы его можем применить. Точно так же. То есть, визуальные объекты тоже могут быть, могут иметь свое периодическое повторение. Откуда ритм изначально появился? То есть, где его изучили, где его люди увидели, прочувствовали, начали использовать в изобразительном творчестве, в музыкальном, кстати, тоже. То есть, из природы. Если, допустим, мы с вами представим дождь, капающая вода, да, то есть шум дождя, шум дождя, это много-много капель, которые падают, то есть имея периодическое повторение, да, то есть капельки воды капают, они еще и звуковое имеют сопровождение, то есть звук капающей воды, вот, и выливается это все в такой шум дождя. Да, значит, капающая вода – это ритм визуальный и ритм слуховой еще. Значит, мы с вами можем посмотреть на деревья. Деревья в лесу, то есть они имеют повторение, значит, тоже визуально будет. На дерево посмотрим, если она отдельно как в дерево, то увидим, что у дерева есть вот так вот веточки, которые тоже идут ступенечками, и они имеют повторение. На листик у дерева посмотрим, у листочка есть прожилочки, которые тоже имеют периодичность повторения, то есть тоже определенный ритм. Человек это все посмотрел и начал использовать в своих целях. Значит, он начал строить дома относительно ритма, то есть что у нас ритмические повторения имеют в архитектуре? Это окна, балконы, лестницы, перила. Вот, то есть все это у нас имеет именно визуальный ритм. Значит, ну вот смотрите графические примеры ритма, то есть ритм не обязательно одинаковый монофонный, то есть он может быть сложен и даже должен быть сложен. То есть простой ритм, ну вот раз уж мы с вами начали говорить на примере музыкального ритма, ударов, барабанов, значит, ну вот давайте представим с вами такую картину. Мы с вами находимся в изолированной комнате, стоит таз и в него капает вода. То есть как нам с вами понравится такой звук, капающей воды, да, в тишине? Ну, в общем-то, очень так это тяжело будет, да, первые там минуты еще как-то что-то мы, но потом у нас просто будет до безумия доводить такой ритм. То есть вот эта монотонно капающая вода с определенным промежутком одинаково, значит, для нас является пыткой. То есть это будет пытка просто для наших ушей. От звука от этого мы никуда деться не можем, мы будем очень нервничать, переживать, расстраиваться и психовать. Значит, визуальный ритм тоже есть навязчивый. Я всегда со своим студентом говорю. Полосатый матрас. Значит, то есть мы с вами берем какую-то полоску одинакового размера и одинакового промежутка. То есть тоненькая полосочка на одинаковом расстоянии. Ну, тельняшка, например, да, тоже полосатая. Вот, то есть почему вот такие простые вещи нас нервируют, раздражают? А это все из-за того, что у нас мозг с вами устроен таким образом, то есть вот ну как мы с вами пьем и кушаем, наш мозг должен получать информацию. То есть наш мозг устроен таким образом, ему постоянно нужна информация. Это как еда. То есть он должен что-то анализировать, он должен что-то смотреть, изучать. Значит, причем, кстати, неважно что, почему сейчас проблема стоит в изучении. Да, как дети сейчас у нас с вами телефоны вот эти сидят там. Значит, то есть, как называют ученые, физиологи, это жвачка для глаз, да, жвачка для мозгов. То есть мы можем информацию получать очень примитивную. Ее достаточно для нашего мозга даже будет. И так как, как говорил мой преподаватель, еще с институтских времен, он говорил, люди делятся на две категории – ленивые и очень ленивые. То есть у нас организм даже так с вами устроен, что организм ленив по своей природе. То есть мы ресурсы бережем, их не тратим. А самый энергозатратный орган у нас в организме – это мозг. Поэтому думать нам лениво и не хочется. То есть мы вот по-всячески найдем причины. Наверняка меня сейчас сразу вспомните и поддержите. Значит, когда на что-то делать надо сидеть, напрягать голову. Мы с вами сделаем уборку по дому, посуду перемываем. Ну, там, не знаю, займемся любыми кучей дел, лишь бы только не заниматься умственным трудом. То есть организм даже пытается нам с вами сэкономить силы, энергию, лишь бы мы мозг не напрягали. Поэтому вот эта вот жвачка для головы, она необходима именно вот как… Мы же не напрягаемся ничего, наоборот, нам развлечение приносит. То есть мы подаем такую примитивную информацию. Мозг, не напрягая его, умственной деятельностью в это время не занимаемся. Но пища для мозга поступает. Так вот, вот этот звук, который монотонно капающий в таз, это постоянно повторяющийся монотонный звук, наш мозг быстро просчитывает и анализирует. То есть мы головой, мы понимаем, что этот звук был сейчас, он будет потом, он будет там весь день, если мы этот тазик не выкинем, в конце концов. То есть то же самое происходит с вещами, которые имеют повторение визуальное. То есть та же полосатая ткань, мы понимаем, что она полосатая здесь, она будет через метр полосатой, через 10 метров полосатой и так далее. Или там забор у нас, штохетник сторчит. То есть мы видим эти палочки повторяющиеся, мы знаем, что на всем протяжении забора эти палочки будут одинаковые, они будут на одинаковом расстоянии. Нам скучно, нам неинтересно. Мы на такие вещи не обращаем внимания, мы на них не смотрим. Там полезности для нас ноль, как говорится, и ничего интересного нет. То есть это скучно. Значит, поэтому вещи простые нам неинтересны. Нам нужно посмотреть, поразглядывать что-то, удовольствие получить. Поэтому мы смотрим, когда полосочки разной ширины. Мы смотрим, когда точечки разного размера. Мы вот такой вот, напрягаясь опять же что-то, анализируем, смотрим, отмечаем для себя. То есть этого вполне достаточно для того, чтобы развлечь наши мозги. Поэтому лучше ритм использовать сложный. Ну вот про тазик с каплями я пример привела. Допустим, если мы с вами возьмем барабан, то есть мелодия, которую мы слушаем барабаном. Если мы заставим барабанщика стучать, как капля воды в таз, то есть нам быстро он тоже надоест, мы его прогоним. Но если барабанщик начнет отбивать какой-то интересный сложный ритм, то мы с вами даже остановимся будем слушать, потому что вот эти вот ритмические всякие разные звуки и так далее, у нас есть биологический ритм, но у нас внутри, да, это сердцебиение. Поэтому вот по всем вот этим вот нашим внутренним физиологическим ритмам именно вот такие вещи, как это барабаны, они отзывают. То есть мы тоже, человек шагает ритмичный, да, у нас ритм физиологический в организме есть, поэтому нам нравится ритм. Нам интересны сложные ритмы и визуальные, и музыкальные. Так, значит, вот мы с вами наблюдаем, как человек в архитектуре устанавливает ритм, делает ритм. Это вот такие тени, падающие на площадь. Вот лестница в виде ритма, да, скамеечки тоже ритмические установлены. То есть пространство, да, перила ритмические повторения. Вот такие вот мощения дорожки. Ну, достаточно напряженно, конечно, такой вариант оформления площади. Такой, скорее, угнетающий даже, в общем-то, давящий такой эффект, слишком дрогный, слишком напрягает. А вот про лес вам, да, то есть это композиция. Гуаши, по-моему, сделана художественная композиция. Здесь ритмически изображены повторения деревьев. То есть деревья в композиции, в десеритом исполнения. Ну, вот ритм тоже из линий, которые сходятся, перспективная такая картина, где линии повторения тоже все сходятся в центр. Вот минимум такая ритмическая композиция видится. Ну, вот еще одна графика, тоже опять же деревья, повторение композиционно-ритмическое. Лестница с перилами. Так, и после ритма, после ритма, значит, человек еще в древние-древние времена, даже до античности еще, то есть он обратил внимание на то, что его окружает. То есть это еще относится к пещерному времени. Орнаменты появились именно тогда, когда человек начал освобождать время свободное. То есть, значит, мамонта прибили, все племя мясом накормили и освободился у нас вечер. То есть телевизора нет, гаджетов никаких нет. Чем заняться? Так вот, книг почитать тоже нет. Значит, люди начали украшать свой быт. То есть возникла потребность украсить свой быт, чем-то себя занять. Да, вот мы люди, мы творческие по натуре, вот животным, в принципе, ничего украшать-то не нужно. Да, им и так все хорошо. Дельфины там, обезьянки, они там ничего не украшают, они живут в природе, и тем, у них красота вокруг них и так. То есть человеку всегда всего мало, и он стремился всегда, начиная со своих древних времен, украшать свой быт, то есть сделать, украсить. Кстати, вот насчет вещей, которые человеком управляют. Мы же с вами претерпеваем эволюцию социальную, но эволюция с того момента, как мы с вами стали хомо-сапиенс, у нас биологической эволюции не происходит. То есть мы, вот хомо-сапиенс, те, которые живут в пещере, и мы сейчас, сегодня с вами, у нас биологическая эволюция не прошла, мы не отличаемся абсолютно. То есть вещи, которые нами руководят, это вот три основные вещи. Это пропитание, то есть нам с вами надо кушать, мы всегда будем за еду драться. Это нам нужно для выживания. Это пропитание. Второе, размножение для сохранения вида. И третье, это доминирование. Так вот, желание украсить кто-либо, это как раз вот эта вот третья вещь, которая у нас идет из желания доминировать, то есть выделяться на общем фоне. Кстати, исторически так повелось, так повелось, что больше различными декоративными какими-то техниками начали мы заниматься и придумали, и сделали это мужчины. То есть и вязание, и вышивку, и макраме, значит, придумали мужчины. Женщины другими делами занимались, нам некогда было. Значит, мужчины для чего? Именно для доминирования. То есть стали украшать свою одежду. Забусики там сделали, зубиков там, зубиков, саблезубых, не знаю, хорьков, зайцев там кого-то, тигров. Ожерелье себе сделано, шею одет. Значит, вот оно, желание доминировать, это не только украсить себя, но и сделать себя заметным, показать, какой ты крутой охотник, добытчик, да, сразу популярность у женщин, ну и так далее. То есть то же самое, абсолютно все украшения мужчины делали с этой целью. Вот, ну, так как потом у человека с эволюцией, я имею в виду социальной, с эволюцией инструментов быта начало высвобождаться времени свободного еще больше, то люди уже начали украшать приметы быта. Это и стены, не только уже одежду, да, стены, посуду, появилась посуда, там, керамика, оружие мужчины украшали себе, опять же, да, то есть это тоже такой элемент хвастовства, выделиться, да, у меня, посмотрите, какое, вот, как вот у меня тут резьба на слоновой кости, там, или, не знаю, там, на мамонта длинной, да, вот, то есть вот это желание выделиться из массы, делать какую-то вещь так, что ни у кого такой нет, и такой вот молодец. Значит, кстати, архитектура по этому принципу появилась. То есть я сейчас построю такой дом, значит, которого ни у кого в пленении нет, там, или шалаш, там, не знаю, то есть вот желание украшать и делать, это как раз именно вот наша вот такая вот доминирующая, желание доминировать. Вот, в общем, пока мы с вами биологически не эволюционируем дальше, никуда мы от этих трех вещей не денемся, как хотели выпендриваться, так и выпендриваемся. Если сейчас на улицу посмотрите, вон там полно ездят, на машинах накрутят, ну, чем это? Каменный век, да, там топорами махались, у кого круче топор, сейчас машина не меряется, там, не знаю, часами, ну, не важно чем. То есть тоже желание доминировать. Вот. Ну, отвлеклись немножко. Так вот, значит, человек, где начал красоту вот эту вот черпать? А черпать он начал с окружающей среды. То есть посмотрел вокруг себя, что увидел? Ну, про дождь мы уже сказали, водичка капает, да? Плюс, ну, природа же у нас красивая очень, растений много. Растений много, растительность, растительный орнамент, кстати, первый появился именно. Взяли элемент украшения из растений. Вот. И вот сейчас на слайде можете наблюдать этот знаменитый древнегреческий орнамент, который называется меандр. Меандр создан на основе тоже, опять же, наблюдения человечества, когда человек сидел на берегу в море и наблюдал постоянно ритмически накатывающую волну, морскую волну на берег. И вот вы можете посмотреть, вот первый самый кусочек, вот оно, да? Это стилизованная такая квадратная набегающая волна. Так вот, меандр – это как раз стилизованный орнамент, орнамент ритмический, орнамент в виде волны набегающей. То есть ее в Древней Греции везде использовали. Все вот эти вот элементы. Здесь, к сожалению, они все у меня квадратные. Так, а меандр был еще круглый. То есть и круглая волна тоже была. Поэтому это вот именно повторение орнамент взят из природы. Наблюдение, что вокруг нас происходит. Так, значит, вот знаменита Мезинская роспись. Мезинская роспись, кстати, берет свои начала из пещерных, наскальных росписей еще. Это одна из самых древнейших росписей на территории России. Мезинская северная роспись. Кому интересно, тоже можете ее поизучать. Уникальное явление. Здесь как раз вот именно тоже орнаменты, которые были взяты злодчими рукодельницами, такие вышивка и роспись по посуде, по утваре, то есть декоративно-прикладные эти предметы быта. То есть и мебель, и там прялки украшали и так далее. То есть вот здесь вот элементы тоже природные, геометрические, то есть и растительные, и животные. Ну вот древнеегипетские, древнегреческие орнаменты растительные тоже вот они все вы можете наблюдать. Все наверняка видели, по истории в школе изучали. Вот кто-то еще где-то что-то изучал. А вот это вот древнеславянская книжная роспись. То есть здесь как расписывали буквицы. Буквицы – это первая заглавная буква в тексте книги. Тоже вот использовались растительные орнаменты с элементами животных. Вот здесь вот можно видеть тоже птицы, животные, львы, птицы. Ну, я бы сказала, различные элементы. Ну и растительные в первую очередь, конечно. Ну, кто ж не знает, хохлому. Да, хохлама тоже стилизованный растительный орнамент. Вот его использовали в разные виды. На черном фоне и на золотистом фоне. Так, ну и все это, о чем мы говорим. Это мы говорим о том, что ритмическая композиция поспособствовала появлению такого элемента для украшения быта людей, одежды, как орнамент. Орнамент. Орнамент – это узор, построенный на ритмическом чередовании, четком расположении элементов. Я слайды вам скину, как обычно, потому что не волнуйтесь. Значит, орнамент – это как раз элементы, которые имеют вот это вот именно чередование, повторение. И что же в орнаменте повторяется? А повторяется именно рапорт. Рапорт. Вязальщицы, если вышивальщицы есть, как говорится, в студии, то, значит, знаете, что такое рапорт? Это как раз берется рисунок, ну вот вяжем, когда мы берем рапорт в кусочек, его повторяем, у нас получается вязаная ажурная кофточка, там, не знаю, платочек, там, носочек, рукавички, абсолютно неважно. То есть рапорт – это повторяющаяся часть орнамента. Вот если на картинку здесь посмотрите, то вот в прямоугольничке обведен как раз именно элемент рапорта. Он имеет начало и конец, и диражируется. То есть повторяется, получается вот такой вот узор. Значит, виды орнаментов. Линейные, замкнутые, сетчатые. Ну вот предыдущий как раз у нас вот этот элемент – это линейный рапорт, ой, линейный орнамент. То есть то, что у нас имеет окаймление. Линейные используются как раз в одежде, в посуде, не знаю, там, в оформлении, допустим, каких-то там карнизов, в архитектуре, если край какой-то оформляется. То есть это вот линейный бордиль. По краю посуды, я уже сказала, по краю мебели, архитектуры, вот линейный. Замкнутый у нас замыкается, это тот же вид, это тот же вид линейного, но он замыкается либо в круг, либо в квадрат. Вот это замкнутый. И сетчатый, когда вот эти бабочки сетчатый – это когда берется какой-то модуль и повторяется сетчатый орнамент. Может быть, по разным сеткам абсолютно. сетчатый выполняется. Ну, допустим, покупаем мы с вами какую-то ткань, там, не знаю, сетчик какой-нибудь, там, он в цветочек. Вот это как раз элемент вот этого цветочка на всем, на всей плоскости ткани повторяется, именно это сетчатый орнамент и есть. Так. Ну, вот еще разочек вам тоже элементы. Значит, это мотив у нас. Вот он мотив, это один элементик. рапортом здесь будет являться, ну, вот кусочек несколько повторений, несколько мотивов. Будет рапорт составить. То, что можно найти начало и конец, и повторение. Здесь мотив звезда, это как раз вот в центре, это замкнутый вид орнамента из треугольников. То есть геометрический может быть, может быть растительный пластин. И на домой. Домой, домой, домой. Иди домой. Мимо отойди. У нас тут кого-то домой. Пойдем домой. А вы можете, как организатор, у всех... Я звук отключила. Спасибо большое. Так, значит, по орнаменту пластический, геометрический может быть. Так, вот элементы замкнутого орнамента, который замыкается в круг или в квадрат. Вот здесь. Ну, здесь вот даже замкнутый сетчатый орнамент тоже имеет повторение. Вот можем взять элемент, который сеточкой... Вот кафель, может быть, ложили, там обои клеили. Да, везде орнаменты существуют. Нужно еще и рапорты совмещать, чтобы у нас с вами рисунок совпадал. Обои клеили, когда есть. Наверняка сталкивались я бы тут. Так, вот разновидности еще линейного орнамента. Вот такой линейный орнамент. Ну, вот такой вот сложный рапорт. Это, кстати, рапорт. Он может повторяться именно и повторяется в виде линейного. Вот этот кусочек может транслироваться. Вот такое будет сложное орнаментальное линейное украшение. Я так думаю, что, может быть, это стены даже оформляются таким красивым орнаментом. Так, и мы с вами подошли к следующему виду. Вот у меня немножко расплылось. У вас попадает картинка? Очень большая. Да, большая. Сильно никак не получится. Умеличить могу, уменьшить не могу. Значит, вы знаете как, вы можете окошечки свои, вот где у нас мое лицо, уменьшить. Можно даже его свернуть, если хотите, чтобы у вас на весь экран было изображение. Так, значит, что это у нас такое? Это у нас с вами изображение. Мы с вами к следующему условию создания композиции подошли. Это равновесие. Равновесие. Значит, при слове равновесие мы с вами что-то сразу представляем. Мы с вами представляем какие-то вещи, которые имеют вес. То есть, например, легкое, тяжелое, то, что мы можем с вами взвесить. То есть, например, килограмм сахара, кирпич можем взвесить, взять на руки либо на весы положить. То есть, при слове равновесие мы с вами сразу представляем физический вес. В школе наверняка, потому что в школе, в детстве такую вам загадку загадывали. Значит, что тяжелее? Килограмм железа, килограмм ваты. Вот сейчас, если спросить вас, кто на эту загадку ответил правильно, не знаю, найдутся такие. то есть, в этой загадке мы с вами попадаемся на очень такую ловушку попадаемся, ловушку восприятия нашего с вами визуального восприятия. То есть, мы слышим с вами слово железо и вата, и мы сразу образно представляем с вами, что железо это тяжелое, вата это легкое, и мы уже не слышим с вами килограмм, то есть, килограмм того, килограмм сего, что по идее это одинаково. Но мы покупаемся с вами сразу попадаем в ловушку визуального образа и нашего восприятия. Значит, это, кстати, нормально, потому что наше с вами восприятие формировалось опять же во время эволюции и наше с вами восприятие не отличается абсолютно никаким образом от восприятия других людей в других местах земного шара. То есть, что для нас с вами является ассоциативными такими вот предметами, которые мы боимся, например, или там людям, то же самое будет и в Африке. То есть, это не важно. Люди, все мы созданы по образу подобия Бога, поэтому сформированы мы подсознательно все одинаково. страхи опасения у нас эволюционы у всех одни. То есть, что нам нужно? Вот я сказала, да, пропитание, размножение, доминирование, это у всех людей будет присутствовать. То есть, и подсознательные страхи тоже у каждого человека будут присутствовать. Согласитесь, маленькие дети боятся темноты, да, маленькие дети боятся темноты, причем очень сильно, они кросят даже свет оставляют, в зависимости от того, какое там состояние, он психологический, психического ребенка, он будет к темноте относиться спокойно либо с тревогой. То есть, в зависимости от ребенка все мы разные, да. Ну, согласитесь, мы взрослые себя в темноте иногда чувствуем неуютно. То есть, нам хочется как-то что-то вот в абсолютной темноте, мы себя чувствуем неуютно, и мы тоже ее боимся. Мы иногда сейчас себе в современности не отдаем отчета, почему в больнице это. Я не знаю, что там так вот это, в этом придут столько народу на закрытие придет. И мы с вами можем не подсознательно именно, неосознанно, неосознанно мы с вами понимаем каким образом. Ну, допустим, там мысль тоже иногда решает, что из-под кровати кто-нибудь нескажет. Тут уже и взрослые люди, но чего-то вот в темноте нас пугают. Почему? А это просто потому, что человек физиологический не ночное существо. То есть мы с вами ночью плохо видим, нюх у нас с вами не как кошка с собакой, в которых обоняние это вот зрение, да, у собаки, например, зрение слабее. Кошка – это ночное животное, они в темноте хорошо видят. Собаки плохо в темноте видят. У кого собаки есть, это прям иногда смешно бывает, когда там в подъезд темно не заходишь, собака спотыкается. То есть они ориентируются на нюх. Опасность учует носом. Человек привык ощущать опасность глазами только. Мы с вами осознаем, глазами только в темноте мы видим плохо. Поэтому темнота нас пугает. Это нетипичная среда обитания для человека. Поэтому боимся темноты. Почему ребенок сильно боится? Потому что ребенок – это самая возрастная группа, незащищенная у нас. То есть взрослый человек может за себя постоять, ребенок нет. Поэтому ребенок чаще всего и любит домики маленькие, куда-то прятаться ему надо, под кровать залезть, в норку забиться, чтобы его никто не достал. То есть это вот природа так создала. То есть ребенок как может себя безопасить? Это именно куда-то заныкаться. Взрослый человек убежать может. Ребенок не убежит, его все догонят. Поэтому темноты боимся мы все. Это нетипичная для нас среда. Потому что это раньше было. Даже вот сейчас мы с вами в нашей квартире московской на девятом этаже все прекрасно у нас, мы выключаем свет и ничего нам бояться. А нафтьюнете жутковато. Потому что природа в нас заложила опасения, что откуда-то из кустов может вылезти медведь и нас сожрать. Леопард. То есть уже давно леопарды, медведи нам не угрожают, но против природы, которую она создала, мы ничего поделать не можем. Подсознательно это в нас сидит. То же самое мы боимся высоты, то же самое мы боимся воды. Это нормально, это наше средство выживаемости. Мы выживаем, когда опасаемся. То, что нам грозит, это как раз именно сохранение вида, поэтому мы опасаемся этого всего. Теперь визуальные образы. Визуальные образы они тоже сформировали давно, и мы с вами понимаем, что если мы возьмем с вами иголку, то мы об нее уколемся. То есть острые предметы визуально вызывают у нас ощущение сразу неуютно, то есть это ассоциации негативные возникают. И то же самое если мы с вами смотрим на что-то белое пушистое, цыпленочек какой-нибудь щеночек, подушечка какая-нибудь мягкое облако летит. У нас ассоциация с чем-то приятным воздушным легким, а еще иногда если это с едой связано вкусным, то есть это положительные эмоции возникают. Вот здесь и визуальные образы, то есть килограмм железа и килограмм ваты, мы с вами сразу представляем железо, мы с вами тяжелое, тяжелое, килограмм ваты, мы не слышим килограмм, мы представляем вату, которая легкая, попадаемся в эту ловушку. Так вот, а значит что такое равновесие? В физическом плане вы знаете, что можно взять весы и это равновесие померить, то есть допустим килограмм картошки продавец кладет на весы на вторую чашу весов, гири уравновешивает, взвешивает таким образом, выясняет вес, сейчас электронные весы, весов на чашах, которые работают, у нас нет, нам нет необходимости, ну вот однако. Значит, теперь, каким образом равновесие работает в композиции? Так вот, у каждого объекта, визуального объекта, который мы с вами наблюдаем, есть визуальный вес. В первую очередь, какая вещь для нас будет тяжелой? Ну вот, знаменитая басена слон и моська, то есть для нас априори тяжелая, это когда слишком большое, то есть слон, мы сразу понимаем сразу, что он тяжелый, значит, слон тяжелый, моська маленькая, значит, она легкая, то есть большое, это значит уже тяжелый, поэтому объект, который в пространстве композиции занимает максимально большое место, он будет вызывать визуальный вес, то есть он будет создавать, вернее, создавать визуальный вес, он будет тяжелый, массивный. Маленький объект, он у нас будет с вами легкий, поэтому в первую очередь большой и маленький, большой тяжелый, маленький легкий. Вот посмотрите на слайд, здесь у нас качельки, на качельки мы с вами высаживаем, допустим, японского борца сумо, на одну сторону качельки, на вторую качельку мы с вами сажаем гномика Васю, есть такой персонаж мультипликационный, значит, и что у нас произойдет с вами, если мы таких двух персонажей посадим на эти качельки, то есть у нас произойдет разбалансировка, то есть причем резкая, сядет сунист и у нас японец, да, и у нас гномик улетит в космос, то есть чаши весов неуравновешены очень сильно, то есть перевешивает они. Так, значит, и что нам нужно с вами сделать, чтобы вот эти весы уравновесить, ну, естественно, что сделать, пригласить вот несколько гномиков, то есть мы с вами берем, приглашаем, усаживаем в четверых гномиков, ну, как минимум, да, чтобы вот нам качельки эти уравновесили. Теперь давайте относительно объемно-пространственной композиции разберем то же самое. Ну, на ландшафте мы с вами будем еще разбирать, просто это проще вам будет понять. На примере интерьера для вас понятнее будет суть композиции такая же. Так, значит, вот, посмотрите сейчас на вот это изображение, на эту картинку. представьте, что это вот у вас какая-то область картины, да, черная такая вот рамочка, да, и вот здесь вот у нас черный объект находится на ней. Значит, что мы с вами ощущаем, когда смотрим на это изображение? Вот, может быть, просто вот кто-то сейчас хочет ответить, то есть здесь нужно голову отключить и просто почувствовать, ну, вот, что сейчас вот произойдет, какие ощущения, когда вы смотрите на это изображение? Есть варианты? Он как-то, он как-то вываливается, вот на меня вываливается. Правильно. Молодец, Нина Игоревна. Значит, смотрите, правильно все сказано, то есть у нас ощущение, что этот большой объект сейчас как гиря из целлофанового пакета у нас прорвется, то есть она скатится вниз, правильно? Поэтому вот оно как раз нарушается у нас равновесие, нарушено, то есть оно сейчас скатится вниз, оно не держится ничем, тяжелое очень, но это все равно, что мы с вами возьмем кудовую гирю, положим в целлофановый мешочек, попытаемся ее донести куда-то. Она у нас прорвет дно и выкатится. То есть здесь предмет сваливается с нашей композиции. Значит, теперь давайте такой пример из нашей с вами повседневности, может быть, кто-то даже сталкивался, а может, сейчас просто в красках это представите. Мы предположим такую гипотетическую ситуацию. вы выиграли сертификат на ремонт одной комнаты в вашей квартире. Значит, то есть вам предложили из этой комнаты все выкинуть и полностью обставить, отремонтировать ее, допустим, предположим, в миллион рублей. Значит, комната у нас с вами там убитая, старая, мы с вами берем там хорошие отделочные материалы, все это все делаем, полы перекрываем, потолки натяжные делаем, там стены отделываем обалденно красивые, там заказываем дорогие шторы. В комнате мы в этой строим гардеробную, у нас комната большая, значит, у нас есть там гардеробная, мы там строим гардеробную системы хранения, куда весь хлам вообще туда убираем и сама комната остается, вот именно пространство жилое, у нас максимально свободное, воздушное, красивое, и мы его с вами не хотим никуда убивать, мы не хотим его загромождать, то есть мы планируем в этой комнате оставить много света, пространства, а все барахло у нас гардеробное. И, значит, что нам в эту комнату нужно? Нам нужно с вами диван, мы в этой комнате планируем спать, значит, нужен диван, комната светлая, воздушная, значит, все у нас в бежевых, пастельных, светлых тонах, молочно-кремовых, и нам нужен какой-то вот такой вот шикарный диван, который можно расстелить и в нем комфортно спать, и можно собрать, и днем это будет большой диван для гостей, где придут к вам друзья, там всех усадите, все поместятся, и будет, опять же, комфортно всем сидеть. Вот, значит, и мы с вами отправляемся в магазин, а вот дело в том, что вот на диван-то у нас денег осталось не так много, мы хотим сэкономить, потому что там вот хочется еще там ковер купить, там может быть какой-нибудь трилляж, или, например, там наоборот, эту тумбочку-подставку под телевизор, там вот еще что-то, как в общем, на какие-то элементы у нас еще вот, ну диван, дорогой диван уже у нас как ограниченный бюджетик. С вами приходит мебельный магазин, рассказываем менеджеру, что какой диван мы хотим, и он вам говорит, о, да, есть у нас сейчас суперский диван, прям вот весь под ваши критерии подходит, и мало того, он еще с 50-процентной скидкой. Механизм чуда, спать будете, как на облаке, там, большой, все, все друзья помутят. И вы говорите, конечно, конечно, ведите, показывайте ваше чудо. Значит, подводят вас к этому дивану с 50-процентной скидкой. Вы смотрите на это чудо, и, о, боже, оно цвета фуксии, то есть ярко-малинового цвета это чудо. Ну, в общем-то, жаба, она страшный зверь, ни одного, как говорится, она человека задушила, придушила, и нам ничего не остается, как этот диван мы покупаем, потому что, ну, чудо, диван, еще 50-процентная скидка, импортный механизм, там, тут, ну, вообще, супер, супер, все. Берем. Значит, доставляют вам его домой, и что мы с вами видим? В магазине этот диван, конечно, большой, но дома он оказался просто гигантских размеров. То есть, мало того, что в наше кремовое, вот это воздушно-облачное пространство, мы этот диван с вами поставили, и он убил вообще все на свете. То есть, это оказался такой малиновый бегемот, чудовище в интерьере. Значит, и что делать? Мы ума, как говорится, не приложим. Ну, трагедия, в общем, мы прям, вот все наши надежды и мечты разбиты об этот диван. Значит, и мы с вами вспоминаем наши качельки, да, для уравновешивания. Что мы с вами можем сделать? Вот, посмотрите, сейчас снова отвлечемся от дивана, от малинового, да, вот на этот кружочек черненький, который сваливает из композиции. И что происходит на следующем слайде? Смотрите, что сейчас, какие сейчас ощущения возникли? Что с этим шариком-то произошло? Ощущение матрешки. Значит, смотрите, если одухотворить эти предметы, да, он у нас собирался покинуть уже этот, да, толстяк. Значит, что произошло сейчас? Он развернулся и он взаимодействует вот с этими вот шариками, то есть он к ним развернулся и они общаются. То есть уходить уже никто не хочет и не будет. То есть, вот помните, я вам говорила, что композиционный центр это главный объект, доминирующий объект, да, он является солистом, вип-персоной, остальные объекты работают на его поддержку и на концентрацию внимания именно композиционного центра. В данной композиции мы с вами видим композиционный центр, именно вот этот большой круг. Эти маленькие товарищи, они работают на поддержку композиционного центра. Они его обнимают, они говорят, иди сюда, смотри сюда, вот там наш главный, да, понятно? Поэтому вот ощущение здесь как раз, вот этот толстячок развернулся и он с ними взаимодействует, общается, то есть они подружились. И композиция становится уравновешенной, никто никуда не сваливается, никто никуда не собирается уходить. Композиция цельная, потому что все объекты взаимодействуют, она гармоничная и хорошая для восприятия. Так вот, чтобы нашего с вами легемота малинового утихонеть, мы должны в наше кремово-бирюзовое, кремово-безешное вот это облачное пространство внести ярких пятен для уравновешивания этого малинового чудовища. То есть мы с вами берем, причем, кстати, не обязательно малинового цвета, достаточно яркие пятна. Можем с вами сиреневый, фиолетовый, ярко-синий, допустим, васильковый цвет мести, красные яркие пятнышки. То есть мы с вами что можем туда вложить в этот интерьер? светильники там, торшерчик, маленький пуфик. Мы с вами можем бра повесить, мы с вами можем вазочки какие-то поставить, то есть яркие пятнышки, подхватики на шторах, кисточки там, да, сделать, тоже яркие элементы. Мы можем с вами опять же немножечко успокоить самого гиганта. Мы можем секунду, секунду, потом возьмем извините. Спросите, ради бога. Значит, мы можем с вами успокоить его. Мы можем кинуть кремовый плед, да, мы можем кинуть белые там кремовые там нежные такие бежевенькие подушечки на сам диванчик. Тоже таким образом его утихомирим. Вот. Поэтому здесь вот очень много вариантов, что мы можем сделать. Так. значит, смотрите, понятно, да, что равновесие для чего нужно. То есть, что бы у нас с вами не произошло в нашей композиции вот такого вот перегиба, когда у нас все свалится с композиции, съедет, перевесит, да, мы композицию равновешиваем за счет маленьких элементов, которые будут работать. То есть, маленькие элементы, они тоже нужны, поддержка нужна. То есть, вот композиция, она на то и композиция, когда слово компо составлять компоненты, то есть, именно много составных частей должно быть. Это должна быть и главная составная часть, и второстепенные персонажи обязательно должны. И они создают вот эту композицию. Вот, как у меня студенты сказали, компот. Компот – это ведь тоже композиция, только фруктовая, да. Вот странно очень, конечно, этот латинский язык. Компьютер тоже, это многокомпонентный аппарат, машина, многокомпонентный. Есть ордер, геомеринский ордер архитектурный, который называется композитный. Это соединение ионического греческого ордера и коримского. То есть, вдаётся вот именно два предыдущих ордера, а получился композитный, то есть сложный. В строительстве и в отделке есть слово композитный строительный материал. То есть, это материал, который имеет много сложных компонентов составных частей, композитных. Так, значит, ну вот ещё разочек посмотрите на весы на качельке, да, то, что я вам сказала. Никаким образом вот уравновешивается композиция. Так. И теперь мы переходим к следующей теме. Это статика или динамика. Значит, ну наверняка знаете, что такое статика, что такое динамика. Статика – это у нас движение, динамика – это у нас… Ой, статика – это не движение, то есть, что статично, да, то есть, не двигается. Динамика – это движение. И мы давайте с вами рассмотрим статику и динамику на примере трёх основных геометрических фигур простых. Значит, это квадрат, круг и треугольник. Давайте посмотрим с вами на квадрат, круг и треугольник и определим, какая из этих фигур самая статичная. Квадрат. Квадрат, конечно. Как поставили, так и стоит. То есть, если мы его ещё чёрным цветом закрасим, да, как у Малевича, то есть, мы с вами получим идеальную статичную фигуру. То есть, квадрат, он как поставили, так и будет стоять. Значит, теперь, что насчёт самой динамичной фигуры? Какая будет самая динамичная? Это треугольник. Нет. Круг. Яйца все жарили? Движутся, да, движутся. Да. Только положишь на стол, отвернулся, оно уже на полу. То есть, самое динамичное, за счёт того, что у нас идёт вот это вот касание, касание, точка, очень маленькая, она постоянно колеблется. То есть, вот положил шарик, его вот, ну, дуновение лета, в общем, мы ничего делать не сможем. То есть, это не от нас зависит. Оно может по независимым от нас причинам укатиться, закатиться и так далее. Так, вот теперь самая многосложная композиция, это, ну, вернее, форма композиции такая вот, противоречивая, можно так сказать. Это треугольник. А почему? Значит, ну, вот если мы на вот этот треугольник с вами посмотрим, он сейчас находится в статичной такой позиции. То есть, у него, смотрите, основание, это, кстати, равносторонний треугольник у нас, он самый такой статичный. У него все стороны равны, он самый такой вот надёжный. То есть, как квадрат поставили, он будет стоять, как домик. то есть, вот все вегламы, все там крыши у нас именно треугольные, потому что в таком положении у нас треугольник именно выступает в роли статичный. А что если мы с вами вот так посмотрим? То есть, вот оно, динамичный, да, противоречит треугольнике. Одно дело, когда он у нас с вами стоит на основании широком, и другое дело, если мы его попытаемся установить на точку верху, то есть на вершину. Это и кубик можно поставить на угол? Можно. Это два треугольника, да, тоже. Значит, но все-таки кубик, он у нас с вами, ну, то есть, смотрите, здесь сложнее все. Значит, кубик у него вертикальный линий, горизонтальный. То есть, это вот более такое вот статично надёжное, да, треугольника. То есть, вот мы, если на этот поставим, а если мы с вами берём ромб, да, если мы с вами квадрат поставим вот таким образом, то это же будет не квадрат, а ромб. Ромб – это два треугольника, то есть, соединяются. Вот поэтому здесь это, да, ну, вообще так это, конечно, поймали меня, поймали. Вот, ну, давайте всё-таки треугольник рассматривать. То есть, вот треугольник в таком положении, он тоже у нас очень динамичный. Теперь, перейдём к динамике. Раз с статикой мы с вами определились, то есть статичное то, что поставили стоит. Продолжаем развивать тему динамики. Давайте посмотрим вот на эту картиночку, да, когда у нас с вами вот два, ну, кружочек, да, вот можно такую поводочку вам нарисовала. То есть, когда мы с вами смотрим вот на эту картиночку, что мы здесь с вами видим с поводочкой, что происходит? Это статика. Она стоит. То есть, мы видим, да, она стоит. Приехали, как говорится, да, хотя у нас и кружочек, она может куда-то, туда-сюда кататься, но чаще всего на горизонтальной линии всё-таки восприятие статичное. А теперь вот таким вот образом. Что происходит, Лешка? Восприятие какое? Покатилось. Конечно, едет, особенно если впереди место есть, да, куда ехать. А сейчас? Летит со свистом, да? Быстрее покатилось. Да, летит со свистом. То есть, а что мы сделали? А мы добавили диагональных линий. То есть, почему треугольник у нас фигура противоречивая? Потому что там есть вот такие вот диагональные наклонные линии, которые именно и подчеркивают динамику. То есть, мы добавили диагональных линий, и наша тележка полетела со свистом. То есть, вот это вот, да, тут ещё непонятно, едет спокойно, да, добавили диагональных линий, она полетела. То есть, То есть о чём речь? Речь о том, что диагональная линия – это всегда динамика. Горизонтальная линия – это статика. То есть то, что положили на землю, то и бежит. Значит, давайте теперь, я тут слайд не делала, но здесь можно записать, что горизонтальная линия – это статичность и спокойствие. То есть вот у нас, да, вот она, статичность и спокойствие. Вот плоскость у нас горизонтальная, на ней тележка стоит статично, спокойно. А диагональная линия – это у нас движение, это у нас уравновешенная гармония. То есть динамика, она даёт восприятие уравновешенной гармонии. Это вот уже именно применительно к объёмно-пространственной композиции. Так? И если мы с вами подойдём вот к картиночке, да, ну вот нам кубик нужен вот такой, да, вертикальная линия, вертикальная линия, то есть чрезмерное количество вертикальных линий воспринимается человеком очень тревожно. То есть большое количество вертикалей, и в объёмно-пространственной композиции не стоит их чрезмерно большое количество делать, значит, они вызывают у нас чувство тревоги. Вот знаете, наверное, был такой певец, мигрант Вилли Токарев, у него была такая песня «Небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, а то теряю я покой». Значит, большое количество вертикальных линий у нас вызывает чувство беспокойства. Это опять же мы с вами можем обратиться в недалёкую древность, то есть почему нас вертикали могут пугать? А вертикали наши с вами могут пугать, потому что вертикаль – это не горизонталь. То есть горизонталь, смотрите, ну что произойдёт, например, с бревном, который лежит на земле? Ну оно может покатиться, да? Ну, собственно говоря, и всё. То есть оно на земле и останется. А что произойдёт с этим же бревном, когда оно деревом является, да, и растёт вертикально? По независимым от наших причинам, любая вертикаль может на нас упасть. Поэтому у нас подсознательно к вертикалям всегда будет тревожное ощущение, потому что мы подсознательно ощущаем потенциальную угрозу от этих вертикалей. Да, в Москве у вас постоянно щиты ураганом срывает, падают на машины, деревья падают, столбы у нас тоже, кстати. То есть по независимым от нас причинам вертикальная линия, будь то столб, дерево, небоскрёб, да, может упасть и нас придавить. Поэтому нас это пугает. Мы не знаем, почему, не будем это даже анализировать, просто подсознательно будет у нас вызывать чувство тревоги. Поэтому вертикали нас пугают, особенно большие доминирующие, да, вот как у песни только маленькие, и такой, и воскрёб. Можно ли сказать, что динамика – это стремление к статике всегда? Да, можно сказать, потому что динамика – это желание уравновеситься. У нас всегда, вот знаете, как, ну, нам, как это, палочки должны быть подпербендикулярны, да, и, ну уж, если мы так вот с вами актуалитизируем понятие, то, возможно, да, можно сказать, что, да, человек стремится к уравновешиванию, к равновесию, к равновесию, именно к статике, ну, конечно, как результат возможен. Хотя кому-то, знаете, как это, похуй нам только снится. Или обретение, желание обрести новую статику. Новую статику, либо наоборот, кто-то ведь в динамике успокаивается, наоборот, статика, она его, ну, как бы, это от натуры зависит человек. Здесь вот так вот прям вот сложно, для кого как. Вот, как итог, да, возможно, но не всем это подходит. Знаете, кто-то ищет покой, да, кто-то ищет наоборот, всегда ищет приключений. Ну, покой не нужен, для него это смерть. Вот, поэтому здесь вот от темперамента человека зависит. А вот если мы с вами берем применительно к композиции, применительно к композиции, да, есть люди, которые себя ощущают именно в статике, комфортно. То есть комфортно, потому что статика – это стабильность, статика – это всегда все понятно, это ощущение надежности статика. А динамика – это как раз постоянный поиск, это движение, это какое-то вот постоянно приключения какие-то, в конце концов, да. То есть это более такая вот динамика, она больше свойственна людям таким динамичного характера. То есть им нужен постоянно какой-то поиск, им нужна информация постоянно какая-то, потому что динамика, так как там, уравновешивается другими способами, но это так же как симметрия, а другими способами достигается равновесие, оно более интересно таким людям, им надо что-то изучать, постоянно делать, Что-то вот нужно, 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 нужно постоянно. В статике все проще, там все понятно. Так, статика, динамика. Разобрались. Вот примеры статических композиций. Из интернета вам их показывают. То есть на левой картинке у нас примеры относительно статики. Хотя здесь есть элементы диагональной линии. То есть она не абсолютно статичная композиция. Но все же здесь более статичная. С правой стороны композиция динамичная. Вот здесь динамичная композиция. То есть вот она, динамика движения ощущается постоянно на перспективе. Статичная композиция. То есть видите, доминирование прямоугольных форм, отсутствие диагональных линий, это статичная композиция. Динамика. Динамика движения вверх. Здесь, значит, тоже динамичная композиция. Хоть и есть некоторые элементы статичные, но движение все-таки диагональной линии доминирует. Поэтому движение. А если один вектор движения нейтрализует другой, то есть противоположно направленное? Это борьба. Все равно динамика будет. Все равно динамика будет. Потому что уже идет борьба. Значит, уже есть динамика. Борьба – это движение. Вот статика – это когда ничего не происходит. Болото, там все вот оно. Вот абсолютно статичная композиция. То есть доминирующая горизонталь. Как поставили, так и стоит. Вертикали четкие. То есть вертикали, они, опять же, прямоугольной формы. Все вот статичная композиция. Но мысли скакуны есть на небе. Да, желание какого-то такого дуновения ветерка что-то внесли. Но все-таки композиция доминирующая статическая. Вот здесь вот два примера статической и динамичной композиции. Ну, спорный, конечно, элемент вот этот. То есть дает некую динамику. Но она не доминирует, потому что вот композиционный центр вокруг все-таки прямоугольника и квадрата. Вот здесь скорее подчеркивает вот сюда вот взгляд. Поэтому просто подчеркивает именно статичный центр композиционный. Ну, здесь все достаточно закручено. Динамика на лицо. Так, вот опять динамичная композиция. Круг, помним, да, это тоже динамика. Круг – это еще не только вот, знаете, это яйцо, которое со стола скатывается. Круг – это еще и символ бесконечного движения по кругу. То есть круг – это символ бесконечного, да, как инферно, круг ада. То есть движение постоянно по кругу, оно не кончается. Поэтому круг, вот он символизирует еще движение по кругу. Вот статика, динамика. Ну, здесь вообще все понятно без слов. Вот тоже статичные динамичные композиции, примеры. Ну, и здесь статика, динамика, да, только мавзолей. И здесь из треугольников тоже динамичные формы. Сейчас что-то упадет, сейчас что-то как-то завалится куда-то, ну, в любом случае, подвигается. Так, и, значит, мы с вами подошли к композиции как таковой. Вот я думала, что будет интересно многим узнать. Так как композиция, опять же, повторяю еще раз, у нас независимо от того, какая она у вас, плоскостно-объемная или пространственная, у нас в любом случае законы композиции одни. Хочу вам рассказать про замечательные труды, философские, идейные труды Казимира Сефериновича Малевича на основе его черного квадрата. Вот, ну, не знаю, насколько вы знакомы с творчеством Малевича, и у вас, может быть, уже у каждого сложилось какое-то восприятие, понимание, что такое черный квадрат. Вот, если так, то, ну, может, просто послушайте, может быть, как-то что-то для себя новое узнаете. Вот я обычно всегда на примере композиции, законов композиции построения привожу этот пример, потому что это как раз именно пример создания идеальной композиции черный квадрат Малевича – это апогей именно композиционного построения, то есть это такая вершина, поэтому и черный квадрат остался в истории искусства на вершине, потому что это такая есть точка, можно сказать, вершина законов композиции. Так вот, что же такое черный квадрат Малевича? Значит, ну, для начала, прежде чем мы к этой теме подойдем, я вам скажу еще один из принципов создания идеальной композиции, вернее, условия получения идеальной композиции. Так вот, идеальная композиция – это композиция, ну, во-первых, созданная по тем законным условиям, которые мы с вами сейчас все разобрали. Значит, эта композиция создана с композиционным центром, равновесием, ритмом, там, статическая или динамическая, неважно. То есть, вот, по всем законам созданная, так, и это такая композиция, в которой ничего убавить или прибавить нельзя. То есть, все законы не есть, и прибавить и убавить ничего нельзя. Вот это будет законченная идеальная композиция. Значит, ну, сейчас вот немножко пролесну вот эти два слайда, к ним вернемся. Значит, начну с того, что, ну, вообще, образование у Малевича, образование у Малевича очень спорное. То есть, в Московское художественное училище его не взяли. То есть, у него было образование, он закончил школу художественную, в детстве учился рисовать, были в книге, он учился в художественной школе, были у него преподаватели. Значит, потом в юном возрасте они переехали в Курск. То есть, он там продолжал тоже рисовать, искусством заниматься. В Москве он несколько раз пытался поступить в Московское художественное училище. У него не получилось. То есть, он просто занимался самостоятельно с педагогами. И начальный его поиск, его творчество было, конечно же, реалистичным. То есть, вот, кстати, к крестьянской теме он потом возвращался уже в зрелом возрасте, восстанавливал картину недописанной, писал в реалистичной манере. Значит, вот его работы достаточно реалистичные, мы с вами видим. То есть, Алмалевич был в поиске, и он занимался, как раз именно искал себя, искал свое средство выразительности, то есть, свой именно язык творческий. Это было присуще всем художникам в начале 20 века. И еще этому сильно очень способствовала революционная вот эта ситуация в России. Потому что вот это новое революционное движение, революционный дух отринуть все старое и создать что-то новое, оно поднимало художников на новую высоту, на новый уровень. И они все занимались поиском. То есть, старое академическое искусство изжило себя. В художественном пространстве, творческом пространстве людей, оно неприемлемо было. То есть, все художники искали что-то новое. И Малевич был одним из первых таких искателей. И его реалистичное творчество в начале карьеры претерпевает изменения. Сначала он вдохновился импрессионистами. И вот здесь вот очень так это хорошо видны импрессионистические какие-то моменты. И начал работать. Но потом он это тоже отмел и начал экспериментировать с формой. И вот все его картин, косы, режницы. Здесь мы видим, как он экспериментирует с формой. То есть, уже он начал фигуры свои в геометрическую форму вносить. Значит, еще вам скажу, что композиция делится на два вида. Формальная и неформальная. Значит, что это значит? А неформальная композиция – это когда мы, неважно, какую композицию изучаем, мы на ней узнаем предметный мир. То есть, вот эта композиция неформальна. Потому что, неважно, как изображен человек, но мы видим, что это человек. Даже если мы сейчас уберем глаза и нос, сделаем это все более условно, то есть, мы все равно здесь видим человека. Даже если еще более, простите, мы будем видеть руки, ноги. Да, кстати, у Малевича есть картина, там спортсмены, там просто овалы вместо лица. Но видим, что это люди. Это неформальная композиция. Вот эти вот все композиции – это тоже неформальные композиции. Художники-академисты рисовали там Ленеру, рисовали там, не знаю, мишки в лесу. Это все неформальная композиция. То есть, когда мы видим предмет Ленера, мы его можем назвать. Это неформальная композиция. И вот Малевич через свою вот эту трансформацию в итоге пришел к… Вот неформальная композиция, да, но уже с геометрическими обобщениями. Так вот, шнецы, косы. И он пришел к формальной композиции. И его течение, движение в искусстве называлось, и сейчас называется, супрематизм. Супрематизм. То есть, это переход от неформальной композиции, где мы видим людей, к формальной композиции, где мы видим только геометрические формы и линии. Вот они, изобразительные средства художников-формалистов. Помимо Малевича этим увлекались там Кандинский, Эль-Лисицкий. Значит, большое количество художников, которые были формалисты, авангардисты, использовали именно только геометрические формы. Ну вот, как раз именно Малевич использовал в своем творчестве именно только геометрические формы. Если мы берем, допустим, Кандинского, он брал не только геометрические формы, он брал линии, точки, пятна. Значит, работал более широко. У Малевича у него только геометрические формы. Что же он делал с этими геометрическими формами? Ну, я вам хочу сказать, что любой художник в своей творческой карьере, в своей творческой деятельности стремится создать уникальный шедевр искусства. И за счет, может быть, даже один самый великий шедевр, с помощью которого он собирается прославиться в истории, войти в историю искусства с этим шедевром. И многие художники ставят себе это целью, ну, большинство, конечно же, то именно вот создать какой-то такой уникальный шедевр, то, чего еще не было никогда сделано. И я помню, в детстве смотрела грузинский какой-то фильм, их много было раньше, значит, не помню, как называется уже, актеров не помню, но мне запомнился очень сильно сюжет этого фильма художественного. Значит, там сюжет таким образом строился, значит, молодой художник начинающий и старый учитель. Старый учитель дарит ему дорогой кусок, такой там глыбу белого дорогого мрама. И он, значит, нему дарит и говорит, вот тебе, как моему лучшему ученику, я дарю вот этот мрамор, чтобы ты создал и у него шедевр, великое произведение кукла, который я не успел за свою творческую деятельность создать. И тот так благодарит учителя и думает, ой, я сейчас из него сделаю такой шедевр великий, там все это. И, значит, тут фильма проходит творческая жизнь этого скульптора, значит, и он именно в порыве создать что-то великое и боится к этому куску мрамора прикоснуться, его испортить, какой-то ерундой, да, потратить его на что-то. И он уже передает этот кусок мрамора, так и не создав великого шедевра, своему ученику с напутственными словами. Ну вот ты-то как раз, да, создашь из этого куска, значит, шедевр великий. В общем, ну, очень интересный такой философский посыл к фильму. Так вот, суть такая, что каждый художник в своей творческой деятельности стремится создать какой-то шедевр, чтобы писать себя об условиях кукла. Не малейшее исключение. Он искал средства выразительности, искал формы, с помощью которых он может что-то создать такое, чего не было ранее. Вот если вы смотрели художественный фильм, не такой старый, а если не смотрели, то посмотрите. Называется он, по-моему, Малевич или Шагал, Шагал и Малевич. В общем-то, очень хороший фильм. Я его, честно говоря, к своему студию не посмотрела полностью, в общем, помню только отрывки. Обязательно надо посмотреть, потому что фильм актеры потрясающий. И снег хорошо очень. Значит, там мне попался один отрывок в этом фильме, как Малевич рассуждает убоги. И здесь рассуждение абсолютно правильное. Я вам уже в начале сегодняшней лекции сказала, что человек, кто такой человек? Человек создан по образу и подобию Бога. В книге так записано, да? То есть, значит, что это значит? Бог создал землю из ничего. И Бог творец. А так как мы, дети Божьи, созданы по его образу и подобию, мы тоже творцы. И получается, кто является истинным художником, да? Или как Малевич уподобил себя Богу вообще-то. То есть, он создал то из ничего. То есть, он создал целый мир. Он создал свой супрематизм тоже из ничего. И этого раньше не было. И это именно исключительно его творение. Его... Вот он как? Он уподобил себя Богу. И вот, возвращаясь к фотографии, я вам не зря... Извините, покой. Да. У меня вопрос, только... Нельзя ли вернуться к вот этой вот совсем супрематической композиции? Так. У меня вот... Вот еще... Да. Вопрос у меня вот какой. Я просто искренне пытаюсь разобраться вот в этом искусстве. Когда вот я смотрю, видимо, по стереотипу, первое, что в голову приходит, я ищу аналогии вот из того, что из моего опыта. Я вижу крест. Я пытаюсь найти фигуру человека, там, согнувшуюся или там что-то делающее. Ну вот я хотела бы спросить. Вот если описать вот совсем в каких-то новых категориях, вот какими бы словами или терминами вот можно было бы описать эту картину? Понимаете? Хорошо. Нина Игоревна, давайте. Все, я поняла вопрос. Значит, я об этом сейчас буду говорить. Вот. Давайте. Потому что это очень важный, хороший вопрос. Он... Как раз мой ответ сейчас в лекции идет дальше. В общем, слушайте внимательно. Все будет. Значит, обязательно все расскажу, как нужно к формальному искусству, формализму, в принципе, относиться. Значит, давайте вернемся сейчас к фотографии. Вот к этой фотографии. Значит, и вот по поводу темы Бога. И обратите внимание, обратите внимание, где висит картина «Черный квадрат». Обратили внимание? Вот это вот потрясающе вообще, да? То есть она в красном углу висит. То есть что это значит? А это значит, что Малевичу подобил себя Богу, и он свою картину повесил в красном углу. А где там вешают? Там лик Божий вешают. В этом месте всегда икону помещают. То есть, ну так, с одной стороны, конечно, богохульник, да? Значит, его взгляды богохульны. Но с другой стороны, ведь сама Библия этому не противоречит. Сама Библия говорит, что мы являемся продолжениями Бога. И мы творцы, и мы подобны Богу. Вот. Ну вот Малевич провозгласил себя Богом. Значит, и «Черный квадрат» свой в красном углу повесил. Значит, что же такое «Черный квадрат»? Вот сейчас, опять возвращаясь к супрематической композиции, ну вот у них несколько, да? То есть у него, его творчество трансформировалось, он пришел к супрематизму к своему, и он в желании создать шедевр начал поиск идеальной композиции. Он решил подойти к эпогею, к эпогею всего творчества и создать именно вот этот вот верхушку, верхушку, самое важное, корону, там, не знаю, да? А подняться до Бога, до самого, да? Не важно. То есть вот эту вершину всего искусства в композиции. Он начал искать идеальную композицию. Ну вот, чтобы было просто понятно, о чем я говорю. У меня творческая моя деятельность была очень такая, она тернистая. То есть путь к искусству, путь к деятельности, именно занятию творчества был тернист. Мое первое образование, оно вообще медицинское. То есть я шесть лет проработала в онкологии. По образованию я медицинско-хирургическая сестра. И шесть лет в хирургии проработала. И вообще говорю, что медики – люди очень творческие. То есть с самого начала, и даже еще обучаясь в медицинском училище тогда, сейчас это колледж медицинский, да, в медицинском училище, я всегда стремилась именно к творчеству. И сразу после окончания я уже пыталась поступать в творческий вуз. И у меня не получилось. Значит, два раза я поступала прям почти как Малевич. Ну, на третий раз поступила, конечно же. Ну, первые два были очень удачные. Значит, и общаясь там с студентами, с будущими студентами, с студентами, значит, они-то умные люди были, они-то в медучилище учились, они там, кто учился в училище искусств, кто закончил художественную школу, то есть люди были, которые по образованию уже, ну, сталкивались уже с изобретительным творчеством. Я-то нет. Я училась в музыкальной школе, собственно говоря, и как-то вот художественная сторона, меня все, она так вот необходила. У меня мама считала, что художник – это не профессия, вот, и что талант у меня есть, но это мы такие самородки все, да, и вот оно как-нибудь вот так, а это не профессия, и уделять этому времени не стоит, потому что это все пустое. Вот, и как бы я ни крутилась, все равно я к этому тянулась, в конце концов, где я есть, это все, в общем-то, моя заслуга уже самостоятельная. Значит, поэтому я разговаривала с абитуриентами, которые были умны, да, они говорят, мы тебе сейчас все объясним, что такое, вот ты знаешь, что такое черный квадрат? Я говорю, да, ну, я слышала, Малевич, черный квадрат, а что это такое? Я говорю, вообще не понимаю. Сейчас мы тебе все объясним. И вот, значит, я на эту тему общалась с двумя девочками, значит, и вот первая мне сказала, что черный квадрат – это же целая вселенная, куда вместились вообще все объекты вселенной, которые только могли быть, все, Малевич вместил в черный квадрат. То есть, ну, я послушаю, да, хорошо, что понятно. Со второй общаемся, она мне говорит, черный квадрат – это соединение всех шедевров мирового искусства. То есть и Мона Лиза, и там, и все картины мира, которые были созданы за всю историю человечества, все вмещаются в черный квадрат. И вот, когда я уже учася в Институте культуры, эту тему сама изучала, исследовала ее, и сама через себя пропускала и понимала, что это такое, да. И у меня понимание, оно сложилось свое. Тоже интерпретации у искусствоведов разные есть, в принципе, с моей они не особо противоречат. То есть, что такое черный квадрат? Вот эти две девочки, которые мне так просто объяснили, я тогда не особо это, конечно, поняла, и они ведь не противоречили друг другу абсолютно. Значит, вообще создание Малевича, именно вот создание черного квадрата, это вот именно желание создать идеальную композицию, оно шло через трансформацию. То есть он создал очень большое количество вот таких вот супрематических композиций, он их называл, кстати, супрематическая композиция номер один, супрематическая номер два, да, вот тут именно вот такие они все, генетические. Фарфоровый завод сделали супрематическую серию фарфоровых изделий, то есть целый сервиз делали с его супрематическими композициями. Это, кстати, сейчас антиквариат, очень дорогостоящая серия, ну вот, ну, кстати, очень потрясающая посуда, очень красивая, то есть именно с супрематическими композициями на Малевича. Так вот, значит, он, создавая вот эти супрематические композиции, пытался создать идеальную композицию, где будет ритм, где будет, значит, равновесие, где будут все законы композиции, и которые нельзя ничего убавить и прибавить. То есть он посмотрел и понял, что это квадрат. То есть здесь мы с вами видим абсолютно статическая композиция, черная, то есть никуда она не уедет, не упадет, не свалится. Равновесие абсолютно. То есть он вот занимает большую часть формата, никуда не сваливается, никуда не убегает. Ритм у нас тут тоже все есть, четыре стороны, все ритмическое повторение. То есть что-то хочется сюда прибавить или убавить? Нет. Все идеально. Он идеален. И он идеален в своей простоте. То есть вот это, знаете как, вот это решение, оно и с одной стороны простое, даже, а с другой стороны он вмещает в себя вот абсолютно бесконечно. Это как и Вселенная и все искусство мира. То есть композиция, если, допустим, мы с вами смотрим, например, на композицию академического искусства, там все спорно. Мы там можем сказать, ну да, вот здесь вот, может быть, можно было бы вот так показать, здесь можно было фигуры разместить вот так, здесь может быть недостаточно трагинизма, здесь еще что-то. Мы анализируем с вами и можем, ну, все два живописи, она субъективна, то есть каждый человек может субъективно оцениваться. Так, Наталья Владимировна, слушаю вас. У этого шедевра есть один недостаток. Шедевр должен быть неповторим. А это очень легко повторить. Наталья Владимировна, сейчас все расскажу дальше, значит, слушаем. Так вот, значит, я бы, если можно, потом, минуточку, я бы высказала свое мнение, если позволите. Да-да-да, коротенько, давайте. А, сейчас можно? Да-да-да, конечно. Вы знаете, ну, во-первых, первое ощущение почему-то от квадрата, он, не то, что он вываливается на нас, он втягивает внутрь. Да, да. Вот прям, вот именно тянет туда, внутрь. Какое вселенное. Вы знаете, у меня есть вот такие вот мысли по этому поводу, они и раньше меня преследовали. Понимаете, вот когда-то была икона, и икона, она изображала вот этот самый тонкий горний мир, куда, собственно, все и стремятся. Да, это цель всех религий, причем абсолютно всех, не только христианства, очень даже многих. И иконописцам это было известно, вот Андрей Рублев, это, конечно, ярчайший пример. И вот наше возрождение, оно было связано именно с этим. Так вот, возрождение в Европе, на мой взгляд, я, извините, дилетант абсолютный, но мне кажется, что возрождение европейское, оно стало уходить постепенно от этого горнего мира, тем более еще и прямая перспектива появилась, так стали ее исследовать, стало уходить. А потом наступила переоценка ценностей. Вот после модерна, мне кажется, может быть, после Первой мировой войны, я не знаю, стали опять искать вот этот горний мир. Понимаете? А вот сам инструмент, он исчез, потому что возрождение уже существовало лет 500. Он исчез, Нина Игоревна, он трансформировался. Может быть. И вот, понимаете, мне кажется, сам кубизм, это уже начали искать, вот хотели обойти как бы вокруг человека, понимаете? То есть, посмотрите, вот это вот поиски этого горнего мира. Но, понимаете, черный квадрат, черный квадрат – это бездна. Понимаете, он бездну нашел. Это как точка. Это как абсолютная такая вот форма. Малевич нашел бездну. Вот в чем все дело. Горний мир нашел. И она затягивает. Лучше туда не лететь. Не летать. Вот такое я решила заключение сделать. Вот смотрите, Нина Игоревна, теперь отвечаю на ваш вопрос. Что вообще такое авангардное искусство? Это знаете, как эту тему вообще можно еще на целое занятие нам с вами раз это развернуть, потому что это очень потрясающая тема. Значит, смотрите, когда вы смотрите на формалистов, ну вот здесь вот краешек есть картины, да, его. Значит, дальше вот тут вот тоже его супрематические композиции. Но я сейчас не хочу уже углубляться в Малевича, да. То есть вот сейчас покажу вам последнюю картинку. Кстати, Малевичу на его захоронение установили ему вот такой вот белиск в виде квадрата, да. Вот, слава богу, черным цветом его не стали закрашивать. То есть там захоронение, у него несколько мест, потому что захоронили его не на кладбище. Вот, то есть, ну это тоже, если кому интересно, можете это почитать. Вот, то есть эпогеям всего искусства Малевичу было поставлено именно квадрат. Хотя, я так думаю, наверное, он бы, может быть, бы даже обиделся немного, потому что клад в искусство у него гораздо шире черного квадрата, больше. Вот, и этому даже говорит его последние годы о творчестве, он к реализму вообще вернулся. Вот, так вот, формалисты, а если сейчас отойти уже от Малевича, потому что с ним мы все попрощались, формальное искусство, где нет предметного мира, это и Кандинский, и Малевич, и там, и Лисицкий, и другие художники, которые использовали своих, вот, как средства выражения, именно пятна, какие-то цвета, там, Джейсон Поллок, например, в конце концов, эти потеки краски, да, то, когда мы с вами смотрим на формальное искусство, формальное искусство, мы должны с вами не голову включать. То есть, все формальное искусство направлено на эмоции. Вот вы очень правильно сказали, Нина Игоревна, про вот эту бездну, которая засасывает. То есть, у вас ощущение вот такое вот, понимаете? Вот, когда смотрите на формальное искусство, нужно включать сенсоры души, эмоции и чувствовать. И смотрите, на разные картины у разных людей откликаются разные эмоции. То есть, кому-то они напоминают что-то, у кого-то откликается положительно, кого-то пугает, кого-то отвращает. В любом случае, формалисты именно всегда действуют на эмоции. Ну, в первую очередь, нравится или не нравится, понимаете? У кого-то, наоборот, откликается, у кого-то не откликается. И это потрясающе, потому что мы думать можем много чего, да, на нас могут воздействовать какие-то силы, там, да, нас могут заставлять думать что-то одно, другое. Эмоции, эмоции, они не подвластны никому. Вот здесь вопрос можно задать, почему авангард и формализм был запрещен в абсолютных вот таких вот диктаторских странах? Был запрещен Сталином, авангард был запрещен Гитлером, авангард был запрещен Муцелином. То есть, а почему? Потому что формальное искусство нельзя подчинить. То есть, эмоции нельзя подчинить. Их нельзя контролировать, нельзя заставить. То есть, помните знаменитое выражение этого Галилея, это Галилея, когда он с инквизиции вышел. То есть, он признал, что он не прав, да, и когда он вышел, он сказал, а все-таки она вертится. То есть, то, что у нас с вами внутри, наши чувства, эмоции, их контролировать из-за нее невозможно. Мы можем их спрятать так глубоко, никто не найдет. И здесь вот именно формализм, формализм этим и, с одной стороны, дает свободу, и, с другой стороны, запретился, потому что нельзя эту свободу у нас отобрать. То есть, регулировать и контролировать это тоже нельзя. Мне кажется, еще, наверное, эти люди, они не совсем понимали это. Поэтому они это запретили, допустим, взять Сталина. Хотя ничего не хочу сказать, я так думаю, он был очень умный человек. Он очень много читал, изучал. Но я так думаю, что формализм он, мне кажется, не понимал. Гитлер вообще назвал формалистов дегенеративным искусством. То есть, а что ты не понимаешь, то, что ты не можешь сам контролировать, это проще запретить. А вы знаете, от Кандинского, как раз наоборот, Петрова Водкина, Филонова, ощущение большой духовности. Ну, я интуитивно, эмоционально. Ну, там, знаете, там все-таки неформальная композиция. А он безмолошел. Извините. Так, конечно, там все-таки неформальная. Там и Водкин, и Филонов, у них неформальная композиция, у них все-таки образы идут, символизма много и так далее. Нет, я имею в виду сейчас вот именно формализм, больше Кандинский, потому что, если сравнивать, да, когда именно мы не видим предметности. Вот. И, кстати, рекомендую, если не смотрели, есть замечательный художественный голливудский фильм, называется он... Господи. Я вам напишу, я вам напишу. Сейчас вот прям вот просто увлеклась очень этой темой, забыла название. Значит, напишу. Очень хороший, фантастический фильм, как раз регулирующий эмоции. Если вы читали 1984-й, да, когда тоже власти пытаются людьми руководить, именно заставить их даже чувствовать, завести их в чувства, да, мысли, то есть полностью поработить сознание даже людей. В общем, это очень интересная тема. Ну, так вот, формалисты, они неуправляемы, поэтому мы их запретили. Потому что именно заставить нас что-то думать и мыслить никто не может. То есть мы сами это ощущаем, сами ощущаем, сами у нас откликается что-то, либо не откликается. Поэтому вот формализм – это потрясающая вообще вещь. И поэтому, когда отправитесь в следующий раз на выставку в ангарде формализма, голову выключайте. Включайте сенсоры внутренние, эмоциональные. То есть, какие эмоции у вас возникают, когда вы смотрите на эту картину. В первую очередь, нравится или не нравится? Самое простое, то, что можно сделать в ключе. Нравится или не нравится? Брезгливость возникает, либо так вообще-то шнотворное какое-то, от некоторых шедевров, да. Но это, знаете, как иногда создано художниками делается специально. Так, ну и мы с вами подошли к концу. То есть у нас с вами по композиции еще немножко я вам договорю на следующем занятии. То есть мы симметрию с вами не рассмотрели. То есть какая симметричная композиция, асимметричная. Ну вот уже на следующем занятии продолжим. И мы начинаем с вами этап колористики, то есть цветоведения. Цветоведение как таковое, вообще цветовые сочетания и цветоведение в этом, в дизайне, в ландшафтном. Так, значит, ну вопросы давайте пару минуточек. Все-таки пока собирались там, пока здоровались. Что-то, может быть, есть пожелания, может быть, что-то еще непонятно было. Клайды все скину обязательно. Очень интересно во всем этом разбираться. У меня прям большая просьба. Если вдруг вы какой-то информацией располагаете, какой-то фильм на Ютьюбе или там еще что-то, просто побольше про это посмотреть. Вот мне, например, очень нравится Кандинский. Хорошо. Душа с ним. Согласна. Это согласна. Вообще, вы знаете, как 20-й век у нас это уникальный век, а особенно в России 20-й век это просто потрясающее время. И вот тут, знаете, ни одну лекцию можно сделать, потому что, ну это вообще. Если сравнивать с западным миром, да, вот вы сказали возрождение западное. А если сравнивать наше советское начало, да, вот именно Россия, 20-е годы, это такой вот просто уникальный скачок во времени и в искусстве, и в творчестве, и во всем. И мы смотрим американский пенал. Эти чулочки, бантики, голые попки, сиськи. Ну вот это безобразие, все, да. И у нас конструктивизм, футуризм, да, вот это вот все, а там... Вы знаете, от Западной Европы такое ощущение, что у них нет идей, что идеи все приходят из России, а они просто, понимаете, ну одну и ту же идею по-разному каким-то образом с разных ракурсов наблюдают. Но такое впечатление, что вообще идеи все российские. Вот начало 20-го века. Ну, а потом, вот конструктивизм, даже Маяковский сказал, конструктивизм исключительно явление Советского Союза, да. Кстати, Малевич ездил в Баухаус, школа дизайнерская знаменитая, да, там и мастер-классы проводил, и общался с художниками, вот. И поэтому из Баухауса вышел конструктивизм европейский, то есть вот конструктивизм это сугубо наше, российское. Сейчас все сразу в источниках литературных там конструктивизм равняется Ле Корбюзье, а Фигас-2, никакой не Ле Корбюзье. В России еще в 20-е годы. И, кстати, Малевич, Эль Лисицкий, конструктивисты были первые. Уже архитекторов брать-то Константин Мельников. Вот поэтому это вот все очень интересно. Вот и плохо, что мы сами не ценим иногда даже свое прошлое, свою историю. И в связи с этим и там нас не уважают из-за этого. Мы свое должны ценить, а мы вот так это все отрицаем. Так, ну, думаю, рада пообщаться. Большое вам спасибо. Увидимся в следующий понедельник. Обещаю, будет не менее интересно. Спасибо огромное за чудесную информацию. Вам спасибо за... Так, Елена Валерьевна, руку подняла. Я уже говорю. И письменные тоже благодарности. Все, спасибо. Я рада была, что понравилось. Всем в хорошей неделе. Спасибо большое. Просто великолепно. Продолжение следует... Спасибо. 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 Спасибо.